Радиосвязь Это был один дедушка, старый, я молодой тогда еще был, из Казахстана, тогдашнего, и позывной у него был Ульяна Анна 7, Щука Елена, по-моему. Карточка у меня до сих пор дома хранится. Первая радиосвязь с Лос-Анджелесом на английском языке, на бумажке было написано русскими буквами текст связи, я провел первую связь, вот тоже в 78-м году, с Лос-Анджелесом. Самое дальнее мое пока что это Великобритания, вечером мы поймали иностранца в эфире, так сказать. Ну и в общем-то Москва, Сочи, ближняя, в основном Восточная Украина у нас так хорошо, и там много людей, которые этим занимаются, но молодых людей в эфире мало, в основном это люди такого уважаемого возраста, которые занимаются этим вот, с самого развития этого радиоспорта, то есть с 50-х, 60-х годов, в которых там целая коллекция ламповых приемников и прочего. И в общем-то, ну интересно, интересно как бы пообщаться с разными поколениями, конечно, во многом, обо многом в эфире не поговорить. О чем вы разговариваете? Вот когда женщины, знакомые на базаре встречаются, они о чем говорят, черт не знает, но говорят много и долго. Так и вот эти мужики. Как встретятся, милиции не растащат. Говорят, что-то говорят, и я такой же. В основном общаемся, то есть о погоде, то есть о том, какие приемники у нас, то есть о самом железе. Есть некий вот такой этикет как бы. Как спалось, чего видел, кого слышал, вот, как вот, а вот у того хуже, а вот у меня лучше, вот. В радиоспорте несколько, так скажем, как бы видов. Есть радиосвязь на коротких волнах. Это люди сидят дома за своей аппаратурой, которая дома у них, антенны свои дома, и проводят радиосвязи между собой за определенное количество времени. Кто больше связи или очков набрал после проверки отчета всех. Есть очные соревнования, так называемые. Это вот скоростная телеграфия, азбука Морзе, кто больше примет и передаст знаков. Спортивная радиопеленгация, это поиск лис в лесу, передатчиков замаскированных. Есть многоборие радистов, прием передачи радиограмм, радиообмен в полевых условиях, ориентирование, то есть как бы комбинированный такой вид. В прошлом году я был на Уфимке, на Белой, на Инзер выезжал, работал с Рек, с Демы, работал, выезжал специально на машине с радиостанции в передвижной. Это другое местоположение радиостанции, другая аппаратура, и сложнее работать, и со мной сложнее связаться, и это интересно. Ну, радиолюбители, это вообще странные люди. Раньше их в больницах лечили, а теперь выпустились.